Сегодняшняя лекция будет посвящена достаточно актуальному вопросу, связанному с тем, насколько вообще необходимо проводить диагностические исследования у пациентов с облакачественными опухами. В течение лекции я постараюсь ответить на вопросы, связанные с тем, какую пользу это может принести самому пациенту, как это использовать в своей клинической практике врач-анковку, и какова роль здесь врача-патолога-анатома. Прежде чем перейти к самой лекции, хотелось бы остановиться на понедельном аппарате, то есть, что мы понимаем под генофицированием опухоли. Под генофицированием опухоли мы понимаем одномоментную оценку, или в каком-то коротком промежутке времени, наличие в нескольких генах мутации, которые имеют прогнатическое или традиционное значение. Здесь речь идет о том, что мы таким образом получаем генетический профиль опухоли, то есть, одновременно оцениваем несколько десятков и сотен генов, для того, чтобы понять, какие мутации в этих генах есть. При этом эти мутации могут иметь как прогнатическое значение, так и рефильное значение. То есть, прогнатическое значение этих мутаций позволяет нам ответить на вопрос, как вообще себя поведет заболевание. То есть, например, оценка мутации в гене в ДП-53 при хроническом неополиопоисе и это идет нам понять, насколько агрессивно заболевание само по себе. Предиктивные же факторы позволяют нам ответить на вопрос, ответит ли заболевание на лечение. То есть, например, наличие мутации в гене в БРАФ позволяет ответить нам на вопрос, ответит ли это опухоль на применение БРАФ-индимитеров. Таким образом, генотипирование опухоли позволяет нам получить совокупность прогностических и предиктивных факторов и таким образом понять, какое лечение в отношении конкретного пациента будет наиболее оптимальным. Какие предпосылки в течение последнего времени появились для того, чтобы применять генотипирование опухоли в рутинной клинической практике? Первая предпосылка заключается в том, что на протяжении последних пары десятков лет стало понятно, что каждая опухоль, она является собой не какой-то основа заболевания, а совокупность, достаточно большой гидрогенной с различными заболеваниями. Даже вот если взять, например, легкую, хорошо известную болезнь, то даже здесь существует большая гидрогенность драйверных мутаций. В зависимости от того, какая драйверная мутация в опухоли преобладает лечение пациента, будет значительно отвечать. Вторая предпосылка для применения генотипирования злокачественных опухолей является то, что появляются современные технологии, в частности, эти генотипирования нового поколения, они не только появляются, они становятся экономически эффективными. То есть, если, допустим, в начале 21 века в русском укрепленной практике преобладала методика поэтапного выявления различных мутаций, в том числе, для России легкого, то есть, являлась нормальным сначала выявлять мутацию в предыдущении ДСБ, и дальше уже в зависимости от того, на привык, что происходит в последние генотипирования. Это сейчас экономически эффективно является выявление одновременно в мутации генотипирования. Собственно, вот с генотипированием опухоли мы понимаем акцент совокупности биомаркеров. В первую очередь, на сегодняшний день стоит выделить три компонента, которые мы оцениваем при генотипировании опухоли. Это микрососпелитная нестабильность, мутационная нагрузка и статистические генетические мутации, которые предполагают возможности применения таргетной терапии. Микрососпелитная нестабильность – биомаркер нарушения системы репарации ДНК, которые приводят к полученному накоплению мутации в летом опухоли. На сегодняшний день наличие микрососпелитной нестабильности является биомаркером для назначения иммунной терапии. при этом тест на выявление биомаркера является агностическим, то есть не имеет значения, какая опухоль, если мы в опухоли находим микрососпелитную нестабильность. Это является показанием для назначения иммунной терапии. Здесь существует... Например, наибольший процент случаев обновления микрососпелитной нестабильности встречается при эндометриальных карциномах, при поларетальном раке. При этом, например, если мы возьмем рак молочной железы, то это будет всего лишь 100% случаев. Другой биомаркер, который входит в комплексное генетикирование опухоль на сегодняшний день, это мутационная нагрузка. Под этим термином понимается, какое количество мутаций успела накопить себе опухоль по мере развития. Предполагается, что чем больше мутационная нагрузка, то есть чем больше мутаций успела накопить себе опухоль, тем лучше будет ответ на иммунную терапию. И на сегодняшний день этот биомаркер уже начинает входить в физические рекомендации, в развитие технические рекомендации, в развитие технические рекомендации, в развитие технические генетики, где мутационная нагрузка является биомаркером, на который можно опереться при выборе тактики лечения у пациентов с ракомлёгкого взятности для мучения иммунной терапии. Насколько рационально применение генетикирования для партнеризированного лечения на сегодняшний день, то есть при рассуждении о том, насколько это вообще необходимо делать в клинической практике, мы опираемся пока на немудочистые клинические исследования, в которых принимали участие пациенты с метастатической формой заболевания, в которых уже были исчерпаны стандартные локции лечения, то есть у этих пациентов генетикирование опухоли используют для того, чтобы понять, а что еще можно сделать после того, как обычные схемы лечения перестают работать. Вот по совокупности данных, это где-то тысячи пациентов на сегодняшний день. Где-то тысячи пациентов на сегодняшний день можно сделать то, что клиническое преимущество после генетикирования получает пока достаточно небольшая доля пациентов, это 10%. Также я прокомментирую, с чем это связано, почему только у небольшой части пациентов генетикирование на сегодняшний день дает аффективную пользу. Стоит остановиться на преимуществах и недостатках применения генетикирования методом стандария на сегодняшний день. То есть, если мы говорим о одномоментной оценке множества биомаркеров генетических, то здесь речь идет о применении технологий, таких как спинирование следующего поколения. Преимуществами этого метода является скорость. Малый объем материала, то есть эта система, как данная, более актуальна для пациентов с раком легкого, когда мы не можем получить достаточно большой кусочек ткани и иногда речь идет о буквально нескольких летах. Это возможность одновременно получить исчерпывающую информацию о позитивных и прогностических факторах в нескольких десятых лицах от них генов. Недостатками, в свою очередь, генетикирования на основе метода дезинфицирования треугольных поколений является пока достаточно высокая стоимость. Другой проблемой является эти дизлительные объемы информации, при котором мы часто получаем кемутации, которые мы не можем пока не допоректировать, в связи с того, что информация не пока недостаточная. И достаточно сложная предготавливающая инфраструктура, связанная с необходимостью создания лаборатории, лабораторного статуса с генераторами, биоинформатиками и так далее. Наиболее известными представителями тестов, которые основаны на генетикировании, это тесты облаконатических мандричных банков, где он касается. Тесты, которые предназначены для того, чтобы одновременно оценивать мутации из нескольких источников генов. Наш опыт применения генотипирования пока основан на использовании одного из тестов, который на сегодняшний день эндогрин ЭДКИ, это тест в отличный медицин, который предназначен для одновременной оценки мутаций из более чем 300 генов. Для того, чтобы получить опыт, мы провели клиническую апробацию этого теста. Вот так примерно выглядит отчет по результатам применения генотипирования, то есть это перечисление тех мутаций, мутаций, которые были выявлены в опухоли, и разработчики теста также предлагают те препараты, которые могут быть использованы на основании выявленных мутаций. Кроме того, что разработчики теста предлагают специфические таргетные препараты на основе выявленных мутаций, также в отчете предлагаются клинические исследования, которые проходят на сегодняшний день с учетом генетического профиля опухоли, и вот, допустим, у пациента обнаруживают мутацию в генея амплификации генотип. На основании этого пациент предлагает заряд клинических исследований, которые проходят по всему миру с учетом его генетического профиля. На сегодняшний день у нас есть опыт применения генотипирования участием 92 пациентов, это достаточно гетерогенная группа больных, преимущественно пациентов с полуректальным раком и раком изглубка. Вот если суммировать все данные, которые мы получили по этим 11 пациентам, то прошу обратить внимание на правую страницу, на правую половину слайда. Почти у половины, то есть у 50% пациентов с злокачественными опухолями нам удалось найти, так или иначе, какие-то генетические мутации, которые предполагают либо применение таргитных препаратов в формате оплэйбол, то есть не по показаниям, так и применение этой участия пациентов в клинических исследованиях. Только у 10% пациентов им удалось найти вообще ничего на основании генетизирования, то есть им удалось найти так мутации, предполагающей возможность применения таргитных препаратов, так и участие пациентов в клинических исследованиях. Вот на основе проведения клинической апробации нам удалось для себя сформулировать общий портрет пациента с злокачественными заболеваниями, с злокачественными онкологическими заболеваниями, в отношении которых применение генетизирования может быть особенно актуально. То есть очевидно, что такие сложные и дорогостоящие методы исследования пока не стоит проводить всем пациентам с онкологическими заболеваниями, в них не дают нить, а только какой-то отдельный пул пациентов. И вот здесь на слайде мы представили основополагающие факторы, которые могут, в отношении которых применение генетизирования может быть актуально. Что это за пациенты? Все факторы, которые связаны с необходимостью выполнения генетизирования, можно ответить на две группы. Это медицинские аспекты, когда это пациенты, в отношении которых исчерпаны стандартные терапевтические опции, то есть когда пациент длительное время получает какие-то стандартные схемы, рано или поздно они перестают работать. И вот в этом случае генетизирование позволяет выявить какие-то аспектические мутации, когда возможно применение таргетных препаратов не по показанию. Это пациенты с исходно стопухолями, при которых исходно количество терапевтических опций, оно исходно невелико. Дальше я приведу примеры заболеваний. И это пациенты с редкими, но агрессивными опухолями, которые, ввиду того, что они просто встречаются редко, достаточно сложно подобрать такое эффективное лечение. Также при назначении генетизирования пациентов с онкологическими заболеваниями, можно учитывать параметические инфекции, такие как состояние пациента должно позволять ему дождаться результатов, то есть для генетизирования достаточно значительный процесс, а связанный с применением дефинирования, это где-то 30 дней в среднем. То есть предполагается, что состояние пациента он должно позволять ему дождаться результатов, и еще успеть применить эти результаты на пользу. И также у пациента должны быть ресурсы для реализации и полученной информации, как я прокомментирую это знание. Ну вот, что касается первой группы пациентов, в отношении которых инфектирование может быть актуально, это пациенты, в отношении которых исчерпаны терапевтические обуви. Вот, например, химический пример. Это пациент с гормонопозитивным ракомолочной железы. Несколько пунктов лечения, многолетний анализ применения дефиниров ароматаза. Терапия перестает работать, прогрессирование метастазы в гости, выполняется генетизирование и обнаруживается мутация в генетизировании. Налючая мутация в генетизировании может быть ассоциирована с применением терапии трансфузного мозга. По отдельным клиническим наблюдениям, это не так эффективно, как при публикации генетизирования. Но также может быть, также может быть генетизирование в генетизировании. То есть, это вот та ситуация, когда уже ничего не все-таки стоит помогать. Пациент, и выполняется генетизирование, находится что-то такое, за что можно зацепиться с вами на значение также на терапии. И пациент, иначе от трансфузного мозга. А вторая группа пациентов, это пациенты с опухолями, в отношении которых изначально спектр возможных терапевтических опций очень ограничен. Например, вот пациенты с меланомой гортани. Молодая пациентка, 28 лет. Несколько курсов лучевого лечения, хирургическое лечение. Выполняется генетизирование. То есть, это тот случай, когда исходно достаточно ограниченное количество опций, которые мы можем применить. Все, что можно использовать в отношении меланого гортани, это терапевтические лечения, в лучевой терапии, которая на фоне этой пациент продолжает прогрессировать и выполняется интерпретирование на ходе фундаментации в маркете B1, что предполагает возможность изучать это хирургическое исследование. Это один пример. А второй пример, вот пациент, у которых исходным, мало чего, можно сделать. Это пациентка, девочка 10 лет с геоцитарной атероцитомой, сложная локализация окуполя, которая позволяет использовать в полной терпении. Хирургическое лечение, выполняется генетизирование методом NGS, находится частью трампоказа гена НДРК, которая позволяет использовать в таргетные аппараты в лазерных физических лечениях. Третья группа пациентов, в отношении которых генетизирование может быть актуально, это редки, но агрессивные формы. Опухоли, например, вот пациент, молодой, 10 лет, с недифференцированной синоназальной карциномой. Быстро текущее агрессивное заболевание, которое встречается редко, что осложняет назначение генетизированного лечения. У пациента выполняется генетизирование и находится мутация БРК-1. Понятно, что если бы генетизирование бы ему не выполнялось, то никто бы никогда не узнал, что в этой группе есть мутация в гене БРК, что предполагает возможность применения партнер-фиксеров, что, в принципе, здесь и будет сделано. Другой пример редко-минозвратного высокорегрессивного губа для примесителя львома. Стандартные схемы лечения они рано или поздно также истерпывают себя, и пациент продолжает прогрессировать. Здесь также было выполнено генетизирование. Обнаружена мутация гене NF2, которая предполагает возможность применения антар-фиксеров, которые открывает дополнительные терапевтические основы пациента. Другие парамедицинские аспекты, которые необходимо учитывать при назначении генетизирования опухоли, это не исключается в том, что пациенту потом нужно куда-то обратиться с этим результатом. То есть нужен онколог, который будет готов вникать в нюансы, связанные с индивидуальным мутационным профилем опухоли и назначать, подбирать индивидуальное лечение. Они все онкологи к этому готовы, так как это связано с большими затратами времени истит, которого сейчас у практикующих онкологов нет. То есть при назначении генетизирования опухоли нужно понимать, куда потом пациент с этим анализом пойдет и им помогут. Второй момент это необходима эффективная коммуникация с клиническими центрами, то есть выполнение генетизирования опухоли, предполагая, что мы найдем что-то такое, какие-то такие мутации, которые позволят пациенту участвовать в генетизировании, то есть в отношении большей части пациентов не будет каких-то зарегистрированных препаратов и готовых решений в отношении большей части пациентов какие-то решения будут доступны только в формате клинических исследований. Здесь тоже нужно быть готовым к тому, что преодолевать ряд препятствий, связанных с тем, что для большей части пациентов включение в международные исследования оно будет по ограничению нахер за трудненое. То есть прежде чем проводить генетизирование упухоленоза пациенту объяснить нюансы связанные с тем, что впоследствии после получения генетического профиля упухоленоза будет активно включаться в клинические исследования взаимодействия с клиническими центрами и это техническое просто. У нас есть успешные примеры включения пациента в клинические исследования международные. Это вот, например, наша пациентка с плеомой, у которой на основании генетического цитирования была найдена специфическая мутация, предполагающая возможность участия в клиническом исследовании в штатах. К счастью, родственники пациентки были достаточно активны в плане коммуникации с клиническим центром. Им удалось включить ее в это клиническое исследование впоследствии пациентка раз в полгода приезжала за препаратом, получала лилой и уезжала домой. И таким образом она сейчас находится в Риме. Для того, чтобы как-то облегчить вот этот путь пациента в клиническое исследование, путь после генетического декорирования, нами был создан сервис, который позволяет пациенту эффективнее коммуницировать с клиническими центрами, мы берем на себя функцию вот этого промежуточного звена между пациентом и клиническим центром, обеспечивать коммуникацию пациента и клинический центр, в том числе, и рубежом. Ну и вот на этом сомфоне еще хотелось постановиться на том, какова роль врача-патолога на том в этой всей истории. То есть может показаться, что вот генетирование, давайте будем генетироваться в опухоли и в принципе это решит какие-то проблемы. На самом деле ключевая роль во всей этой истории принадлежит врачу-патолога на том, потому что интерпретация всех мутаций, которые будут обнаружены в опухоли, она зависит от морфологического контекста. То есть в зависимости от того, что морфолог напишет заключение при отправке опухоли на генетирование, так обнаружить ягнок будет один, что это будет одна интерпретация тех же опухоли, тех же мутаций. Если морфологический диагноз будет другой, то те же самые мутации будут интерпретированы совершенно иначе. Это может существенно повлиять на дальнейшее принятие решения. Собственно, поэтому я и как бы привел вырезки из последней публикации в Верховском архиве, где указано, что именно от всех интерпретаций и тех мутаций зависит от морфологического диагноза и локализации опухоли. При этом, как пишут коллеги, очевидно, что современный патологоанатом и патологоанатом будущего это молекулярный патол. И коллеги утверждают, что 20-25% времени обучения врача-патологоанатом на сегодняшний день это обучение молекулярной патолозии. Некоторые выводы на основе выполненной клинической апробации нашего опыта применения генетикирования. Стоит отметить, что клиническое преимущество от применения генетикирования пока получает небольшая доля пациентов. Это не более 10%. Это связано с тем, что не все мутации, которые мы находим в опыту, могут быть сартизируемы. Сейчас мы находим мутации, которые не могут быть сартизируемы и как-то не имеют никакого клинического значения. Также эффективность применения генетикирования связана, как я сказал, рядом парамедицинских факторов. Это готовность участвовать в генетикировании, с готовностью консультироваться с врачом-онхологом, который понимает результаты генетикирования. По мере увеличения количества прогностических эффективных факторов рациональное генетикирование будет увеличиваться. То есть по мере того, как будут выходить на рынок новые таргетные препараты, будут открываться новые удасты, которые могут быть тактикируемы. Генетическое титирование злокачественных опухолей, оно все более и более будет характеризовывать генетикирование. генетикирование генетикирование по сути дела это инструмент один из инструментов врача-онхолога насколько эффективно удастся воспользоваться пациенту вот этим инструментом и врача-онхолога зарегистрироваться от многих факторов. То есть сама по себе информация получаемая в генетикировании она ничего не стоит. То есть только понимание как эту информацию и возможность корректно интерпретировать можно обязательно в ходе института. Наша лаборатория также участвует в процессе создания новых диагностических инструментов. В частности в этом году с нами были разработаны две панели на основе сетенирования следующего поконления которые предназначены для генетикирования опухолей. они включают одна панель по полюсу включает 28 генов и панель поменьше включает 20 генов. Сегодня мы проводим парабаз с применением по полюсу панели в отношении постоянной статической формы для того чтобы понять длинные более оптимальные применения в практике. Благодарны нашему коллективу и члены нашей команды по ООН для генетики которые занимаются разработкой лаборатории генетики продуктов на основе сетенирования следующего поколения. Спасибо за внимание. Игорь Леонидович, спасибо большое. Здесь есть вопрос, вот можете в чате почитать Игорь Леонидович? Если позволите, может быть я несколько вопросов Игоря Леонидовичу задам в порядке дискуссии устно, а после этого мы почитаем чат. Игорь Леонидович, во-первых, спасибо за ваше сообщение, но чтобы нам с вами совместно лучше проникнуть в глубины генетики опухоли, я хочу задать несколько дополнительных вопросов, которые может быть нам помогут лучше почувствовать эту тему. Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, мы с вами говорим о том и стоим на такой теоретической и практической позиции, что в основе озлокачествления тканей лежат какие-либо мутации. Чаще всего их несколько, чаще всего они накапливаются, и вы упомянули такой термин, как драйверная мутация. Что на сегодняшний день под этим мы понимаем? под драйверной мутацией на сегодняшний день понимается такая мутация, на которую возлагается ответственность за отлучение тканей пианицей, которая играет ведущую роль в переходе от нормальных клеток в локацию, которые... По какой причине нам важно ее найти? То есть, она будет являться мишенью в нашей диагностике для последующего назначения специфического лекарственного средства? Или по какой-то иной причине? Если в отношении этой драйверной мутации есть зарегистрированный таргетный препарат, то предполагается, что обнаружив ее и воздействие на нее, мы можем таким образом добиться какого-то кризисного эффекта в том прерывании этой порочной зарегистрирования на 2-м мутации. А какие препараты мы называем таргетными? Потому что это все-таки достаточно новая группа препаратов, которых еще в учебниках фармакологии в мединституте нет. То есть какой препарат мы имеем право называть таргетным, а какой в общем-то нет? Под таргетными препаратами необходимо понимать класс веществ, которые могут селективно связываться с какими-то белками внутри клетки или на поверхности ее. И таким образом за счет десертивного связывания таким-то конкретным белков приступить свое лекарственное водительство. А вот скажите пожалуйста, все-таки у нас есть две категории мутаций, которые приводят к злокачественному росту. Это спонтанные мутации, которые возникли в соматических клетках, и это наследуемые мутации, которые ответственны за развитие наследственного рака, наследственных раковых синдромов. Есть ли какая-то другая концепция, обе ли группы злокачественных опухолей могут быть подвергнуты таргетному лечению? Или второй случай это какая-то совсем фатальная ситуация? Мутация. Да, да. Ну, то есть часть наследственной мутации, они ответственны за фатальное развитие опухоли у человека. То есть таргетная терапия там, скорее всего, будет неэффективна? В части случаев она может быть применима. То есть, например, хорошо известная мутация в гене ПРК, которая ответственна за развитие нацерственного рака молочных или яичников. На сегодняшний день она может быть таргетируема партинг-гидиторами, но это частные случаи. Если речь идет о спорадических мутациях, которые возникают в опухоле в процессе формирования опухоли динолу, не связаны с раком, то здесь все достаточно индивидуально. В отношении большей части мутации, которые находятся в процессе генетизирования, конечно, таргетных препаратов не будет. То есть, это как генетизирования. Игорь Иванович, вот вы патологоанатом. Скажите, пожалуйста, в этом исследовании какой материал от пациента все-таки исследуется? Участвует ли в этом каким-то образом патологоанатомическая лаборатория, задействованная в стандартной прижизненной кистологической диагностике? Или это какая-то совсем другая инфраструктура? Патологоанатомическая лаборатория и патологоанатом это первый человек на пути генетизирования. То есть, именно патологоанатом отбирает материал для генетизирования. Что материалом является? Является ткань опухоли залитая паротином. То есть, обычная генетизирования. То есть, наш архивный гистологический блок. Да. А если мы говорим про наследственные раковые синдромы, можно кровь исследовать? Ну, любую ДНК от пациентов. Если речь идет о наследственном раковых синдромах, то можно использовать кровь и любую другую ткань. Скажите, пожалуйста, вот в наших лабораториях патологоанатомических достаточно широко и правильно используется иммуногистохимическое исследование для типирования опухолей. В этой связи возникает вопрос. Зачем нужна генетика? Зачем нужно секвенирование нового поколения, если у нас есть иммуногистохимия? Как эти две группы методов сочетаются? эммуногистохимическое исследование в рутинной онкологической практике применяется для двух целей. Первое это дефицитерный бедной пикоп, второе это выявление каких-то дефицитивных методов но в целом иммуногистохимия для назначения терапии она достаточно ограничена она имеет утилитарное значение то есть какой-то один иммуногистохимический маркер для назначения какого-то конкретного препарата допустим антитилогену 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 утилитарно используется для оценки гиперспрессии терапии для назначения конкурса молока вот то есть используя иммуногистохимию мы не можем выйти за рамки стандартных методов за за рамки применения стандартных подходов только применение генометитирования позволяет нам получить достаточный объем информации об опухоли чтобы попытаться найти какие-то подходы которые лежат за рамками стандартных методов лечения Игорь Ильич Вы можете назвать те группы злокачественных опухолей для которых на сегодняшний день сегвенирование наиболее часто производится то есть те группы опухолей для которых есть выход на таргетные препараты хотя бы так широкими мозгами это группа опухолей где известно наибольшее количество таргетированных мутаций это например такие как рак легкого рак может быть не очень корректный вопрос глубоко уважаемые коллеги видите мы с Игорем не договаривались у нас сейчас идет абсолютный экспромт Игорь Ильич вы всегда говорите про экономическую эффективность а у меня вопрос клинический медицинский может быть на каком-то конкретном примере который вам извести насколько улучшается прогноз ну традиционно там пятилетней выживаемости в каких-то других единиц измерения при выявлении мутаций и назначении таргетного препарата может быть на каком-то конкретном примере какой-то конкретной опыте насколько улучшается прогноз да то есть какая будет клиническая эффективность которую увидит пациент увидит врач онколог ну например при меланоме какой-либо либо при раке легкого какой-нибудь пример если говорить о генофиксировании то такие исследования мне неизвестны в отношении какой-то конкретной логической формы мне известны исследования когда генофиксирование применялось в тех ситуациях когда пациентам уже ничего не помогает то есть предстандартные методы не работают или исчерпаны а вот в этой ситуации когда примитив исследования включались пациенты в отношении которых метастатические пациенты то клинический клинический эффект удавалось добиться у 10% но этот эффект он заключается в продолжительности жизни да то есть у 10% пациентов метастатические формы заболевания у которых уже ничего не работает и у которых прогноз неблагоприятный у 10% удалось найти что-то такое не только найти но и привидеть что позволило либо увеличить продолжительное жизни либо улучшить ее качество либо безрецептивное выживание понятно глубоко уважаемые коллеги если позволите я зачитаю те вопросы которые в чате написали нам какие виды генотипирования определения биомаркеров можно применить для определения мутации при дисплазии бронхолегочной системы у новорожденных и плодов я думаю что такие репетивные цитирования ну я только думаю что здесь подойдет если речь идет о наследственной какой-то подводке в данном случае коллега спрашивает не про опухоли а про наследственные синдромы насколько я понимаю что вероятно здесь подойдет экзомное секвенирование крови то есть полное экзомное секвенирование ДНК который можно выделить из крови да я предполагаю что да ну и последующая обработка этой информации специалистам биоинформатикам для поиска какого-либо наследственного синдрома это наверное выглядит так следующий вопрос какова перспектива иммунотерапии в онкологии только Игорь Ильич я вас прошу по возможности начните пожалуйста с определения что такое иммунотерапия в онкологии чтобы мы одинаковые вещи понимали под этим термином под иммунотерапией принято понимать класс препаратов класс препаратов которые предназначены для ингидирования контрольных иммунных точек то есть класс препаратов которые снимают блок как бы то есть опухоль имеет свойство блокировать иммунный ответ и под иммунотерапией понимается класс препаратов которые снимают этот блок путем таргетирования вот телков обеспечивающих инфибирование иммунного ответа так называемые контрольные коммунные точки а вот под иммунотерапией то есть которые делают опухоль видимой для клеток иммунной системы да соответственно сегодняшний ли это день онкологии либо это далекая перспектива есть ли такие препараты назначаются ли они больными да это сегодняшний день это класс препаратов которые применяются уже в достаточно широком секторе заболевания в частности рак легкого рак генома при некоторых заболеваниях это уже является первой иммунотерапией вот то есть это сегодняшний день по мере развития расширения выхода новых препаратов на рынок и расширения показаний все больше будет опухоль в отношении которых иммунотерапия будет являться первой иммунотерапией там необходимо выполнять в этом случае для определения наличия показаний к иммунотерапии иммуногистохимическим методом какие-то маркеры в опухоли или надо генотипировать опухоль правоутимным методом в клинической практике сегодня является определение антистопии DL1 DL1 это иммуногистохимия это иммуногистохимия но также есть и биомаркер который может быть обладает антистопии в подопаде когда оценивается количество мутаций на мегабазу то есть какое количество мутаций накопило себе опухоль предполагается что если этот показатель достаточно высок то есть мутаций много то иммунотерапия будет работать хорошо просто потому что собственная иммунная система распознает лучше опухоль который обладает больше антигенных и больше тренинговых мутаций то есть таким образом выполняя иммуногистохимическое исследование определяя те или иные молекулярные маркеры опухоли мы можем принять решение о назначении иммунотерапии что существенно увеличит безрецидивный период допустим либо продолжительность жизни правильно? да это уже применяется при широком спектре злокачественных опухолей у нас еще два вопроса доказано что онкомаркеры не всегда специфичны при определенных заболеваниях учитывая их высокую стоимость насколько они необходимы для больного спасибо но тут нужно сразу определиться что мы называем онкомаркерами и тогда получится конструктивный ответ я так понимаю что онкомаркеры подразумевают какие-то телки то есть например простатки технических антиген или еще какие-то телки онкомаркеров достаточно хорошо изучены в классе заболеваний большое количество линий терапии когда пациента можно вести на этих линий отменяя одну будет достаточно много лет допустим гормон позитивный рак молотной железы его титировать и это неактуально для этих пациентов а есть классы опухоли это может быть актуально это редкие опухоли когда мы не можем подобрать лечение это пациенты где исчерпаны опции там нужно определять эти маркеры и ну вот как бы до редки и пациенты где исчерпаны опции скажите пожалуйста при каких опухолях в России рекомендовано генотипирование и если рекомендовано то кем какой организации или государственной структуры что касается ну если под генотипированием понимать как бы комплексную оценку нескольких печатков и сотенгенов одновременно то пока таких рекомендаций нет то есть все что касается генотипирования по пухоли в России это пока моногенные тесты то есть селективная оценка отдельных генов утилитарная для назначения такого конкретного препарата то есть допустим рак легкого мы оцениваем инженер чтобы назначить а вот такого комплексного прям чтобы оценивать одновременно таких рекомендаций пока нет это все на грани как бы днической практики исследовательской работы пока это не уходят а сколько времени сколько лет насчитывает эра секвенирования опухоли может быть просто пока мы еще не накопили достаточного клинического и научного материала чтобы формировать рекомендации для широких такой панели ну вот так активно геетическое дитирование опухоли началось в 50-х годах этого века то есть появление вот таких комплексных тестов которые оценивают одновременно не в 50-х и в 100-м генах оно появилось там в 60-х годах это за рубежом а в России в 2017 году вот такие тесты были одобрены людей некоторые то есть американским регуляторным органам в России такие тесты появились буквально в прошлом году то есть это всего лишь 1-1,5 года клинического применения да мы находимся в точке старта по большому счету да но уже это приносит ощутимую пользу для тяжелых пациентов глубоко уважаемые коллеги вот вопросы в чате кончились и у меня тоже кончились большое спасибо Игорь Леонидович и Игорь Леонидович за такую дискуссию интересную но учитывая то что сегодня организаторы нет позитивно Продолжение следует...